Ребята, привет! Хочу вам отправить ссылку на один канал. Вот здесь вот она будет в описании. Это канал про заброшенные города, про разные штуки интересные. Зайдите, посмотрите, если понравится. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а мы смотрим серию про Африку. А вот мы доехали до Индийского океана. Игорь, как тебе впечатление? Да, друзья, искупавшись в Атлантике, мы приехали на побережье Индийского океана. Мы находимся в нескольких километрах от мыса Игольный, которая является самой южной точкой Африки. Мы о тебе уже говорили. И конечной точкой нашего путешествия. Не только этого этапа, а огромного этапа Москва-Кейптаун. Поэтому мы не можем не искупаться во двух океанах, и я пошел в воду. На самом деле в мире не так много мест, где можно искупаться в Индийском океане и в Атлантическом в течение даже одного дня. Не говоря, что там в нескольких минут. Вон Игорь пошел. Пошел. Африка не такая бодрая, но не сказать, что холодная или жаркая. А вот здесь на берегу лежит акула. Кошачья акула. Вот мы идем к самой южной точке Африки. Мыс Игольный. Игорь, ты рад? Я безумно счастлив. Вон там вот уже Антарктида. Вон там вот виднеются льды. Вон, видите? Сейчас из-за тумана плохо видно. О-о-о-о-о, he came in like the sun О-о-о-о-о, now my brain is gone О-о-о-о-о-о, he came in like the sun And now my brain is gone Сейчас отлив, это очень хорошо видно. Вода низко. Вот там вот Индийский океан уже. А вот здесь вот Еще Атлантический. Внешне они никак не отличаются. Но просто сам факт того, что мы находимся на самой южной точке Африки, в месте, где соединяются океаны, в месте, которое какой-то еще, не знаю, год назад для меня это было настолько нереальным доехать на машине. Знаете, как было на самом деле? У меня была мечта доехать на машине до Дакара. И так сложились обстоятельства, что я решил однажды, что хватит мечтать об этом. Пора просто взять и доехать. И когда я начал готовиться к этому путешествию, так сложились обстоятельства, что я смог доехать до Кейптауна. Из Москвы через всю Европу. Дакар, Нигерия, Камерун-Ангола до Кейптауна, до самой южной точки. И пока что все складывается таким образом, что я смогу вернуться другим берегом обратно в Москву. И год назад я не мог даже представить себе такого. Но это реально это очень впечатляет. поэтому мечтайте, ставьте цели, добивайтесь их. Нет ничего невозможного. Я обычный парень. У меня нет богатых родителей. У меня нет какого-то супер каких-то способностей. Просто однажды я решил, что хватит мечтать о том, чтобы поехать в Дакар на машине. Давай уже пора что-нибудь сделать. Я начал делать. И получил в тысячу раз больше того, чего хотел. Реально это очень мотивирует. Просто сделайте хоть что-нибудь для того, чтобы ваша мечта осуществилась. Сделайте несколько простых шагов. И у вас обязательно все получится. Как у нас. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Мы заселились в чудном месте. Наверное, это одно из самых интересных мест нашей поездки. Мы хотим огромное сказать супруге Романа Юле за то, что она нашла вот такое место. Это самый исторический район Waterfront. У нас машина здесь стоит. Такой невзрачный вход. Просто заходим. Такая маленькая комната размером примерно 4х4. Платят за все Рома. Сколько стоит, ничего не знаю. Спрашивайте у него. Здесь у нас кухня. Куда? Вниз спускаемся к ступенькам. Кухня. Ничем не примечательная стиральная машинка. Блин, надо было постирать холодильник. Здесь живу я. небольшая комната без шторки. А, нет, почему без шторки? Со шторкой. Вот она вот так закрывается. Фига, твой еще одна часть. Раз, маленькая комната. Отодвигаем ванну по улету. Пойдемте к Роману в гости. Он еще выше живет. Он на телек смотрит. Здорово, чувак. Фига, у тебя еще больше комнаты? Да, ты сам выбрал на ней? Я обещаю, у меня просто не охота сюда идти высоко. А из нашего окна улица BookUp. Это вот наша улица, на которой мы живем. Вон там стоит Duster. Вот здесь все ресторанчики, магазинчики. Ресторанчики, магазинчики, кафешечки. Вот здесь вид на столовую гору. Вообще потрясающее место. Люди гуляют, птички поют. Игорь с утра разлил бокал красного вина на белый диван. Завтра вечером улетаешь? едем на столовую гору. Вот сюда вот вино. Пришла уборщица, заплатил ей денег кучу, чтобы она все пробрала. Ты заплатил, что ты начал сочинять, рассказывать, я заплатил, я заплатил, но Игорь дал денег. Забираем машину. Район называется Бокаап. Здесь старый центр города. Эти все домики очень старые, они их отреставрировали все. И сейчас большинство из этих домиков сдают в аренду. То есть мы вот один из таких домиков взяли. Такой домик стоит 100 баксов. 100 баксов в сутки. Там может жить 4-5 человек спокойно. Все, мы пришли, машина целая, колеса на месте. Все, едем дальше. Так особенно сегодня люди шалят и говорят я не вижу sten farmer 있으니까 сним к c c c c c c Идем на фуникулер На сайте написано, что время примерно ожидания 45 минут Время готова к зайти в кабинку И примерно время подъема 15 минут Друзья, мы посмотрели на эту безумную очередь из тысячи человек И случайно увидели людей, идущих туда наверх И решили тоже подняться туда наверх пешком Поэтому мы забываем про эту безумную очередь И идем ногами наверх Берем с собой воду, пьем и идем Идемте с нами Находимся на развилке Вот сюда короткий путь Вот сюда безопасный путь По какому пути мы идем? Правильно, молодцы По короткому Идем уже 20 минут Поднялись где-то метров на 250 А по расстоянию прошли, наверное, метров 500 Идем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, мы продолжаем забираться на... На столовую гору Там внизу Роман Рома! Привет, чувак! Давай, залезай! Сейчас, чуть вперед пропускаю Это посильно даже девушкам Ну да, pasar interpersonal Вhusах Это, займете Ого, не, аромату Ужал это шанс Болис А на есть это был долгий путь мы уже почти на самой вершине поднялись в итоге почти на 1000 метров в высоту 14.03 2.25 поднимались что, говорит, мы будем стоять полчаса в очереди пойдем лучше быстренько поднимемся пешком послушал я его 2.20 вот мы на самой вершине столовой горы такие помосты здесь сделаны, чтобы ходить смотреть ну что, мы, сэкономив 10 долларов, бахнули в эту гору за 2.20 поднялись прошли 8 километров ну я припотел но прикольно виды шикарные но, я думаю, если вы хотите сэкономить так же, как мы, 10 долларов то сэкономьте их на спуске потому что подъем и спуск стоят 20 долларов по 10 баксов в каждую сторону поэтому не парьтесь идите лучше обратно говорят спускаться тяжелее, чем подниматься ну да ребята, вот Кейптаун а сверху он выглядит еще круче поэтому, ради этого, собственно, туда все и едут чтобы посмотреть вот этот вид к сожалению, не получилось запустить дрон очень сильный ветер наверху поэтому так сейчас едем дальше смотреть окрестности кайфовать а еще, если семья Игоря смотрит это видео то Игорь обещал на сэкономленные 10 долларов свозить вас в ресторан пацан сказал, пацан сделал первая достопримечательность Кейптауна замок Good Hope замок доброй надежды находится в самом центре города если хотите посмотреть, как выглядит Кейптаун вот смотрите вот самый центр городская ратуша и бизнес здания пошли небоскребы, вышки самсунг апсетабамп вот мы сейчас находимся в крепости за ровом с водой вот мы внутри крепости с видом на столовую гору здесь вот в казармах жили солдаты вот все, кто здесь тусовались зулусы какие-то еще какие-то индейцы англичане и еще индейцы три вида индейцев а вон там вот гуси с дитяшками в общем мы пришли в крепость она уже закрыта эти военные разрешили нам зайти внутрь поснимать специально для вас я говорю им спасибо большое спасибо, ребята хорошо спасибо хорошо встретить людей из России да люди из России приехали в Северную Африку в Кейптан очень красиво я очень люблю Кейптан я очень люблю Кейптан очень красиво вот так вот выглядит городской пляж Кейптаун прям как на картинке и вот сейчас мы здесь хотим покупаться уже закат уже закат Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok